Как получить хороший урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия? Сегодня важную тему обсуждали на видеоконференции с участием глав администрации районов и городов Чуваши. Министр сельского хозяйства Чуваши Сергей Павлов рассказал, что на сегодня посеяно почти 550 тысяч гектаров, что больше, чем в 2012 году. Рост посевных площадей обеспечили в 15 муниципальных районах. По сравнению с прошлым годом, значительно увеличены посевные площади под зерновые, зернобобовые и потехнические культуры, такие как рапс, горчица, подсолнечник и зерно. Сейчас идет работа по заготовке кормов. Обеспечили рост посевных площадей сельхозорганизаций и крестьян сельскохозяйств. Это в 15 муниципальных районах. Среди допустивших снижение посевных площадей это Аликовский, Вурнарский, Канажский, Красночитайский, Шумашинский, Шумерлинский районы. Худший показатель в этом году, все-таки это большое снижение допустили, это в Шумерлинском районе, засеянном около 71% к уровню 2012 года. И менее половины, если сравнить с 2011 годом. Засушливое лето наибольший урон нанесло Батревскому району, где пострадали сельскохозяйственные культуры на площади 7 тысяч гектаров. Также от недостатки влаги в почве пострадали Комсомольский, Шумуршинский и Яльчикские районы. Чтобы снизить последствия от засухи, в 10 районах ведется орошение полей. Затронули на видеоконференции и вопросы безопасности на воде. В республике официально открыты и допущены к эксплуатации только 15 пляжей и специально оборудованных мест для купания. В июне в необорудованных водоемах утонули 7 человек, в июле уже 5. Основной причиной гибели людей на воде по-прежнему остается купание в состоянии алкогольного опьянения. Михаил Игнатьев еще раз просил глав районов и городов республики более активно работать в этом направлении, чтобы жители республики не купались в необорудованных местах. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.